Первым делом пилотажную группу знакомят с главным событием в жизни ингушского народа. Встречает гостей Барри Лев, вхождение Ингушетии в состав России, подписание судьбоносного договора, которому уже 10 числа исполнится 250 лет. Многие пилоты в республике впервые и приятно удивлены, что здесь помнят и гордятся своей историей. Пока сохраняется история, существует эта нация. Не только эта, любая нация пока сохраняет свою историю, помнит своих предков. Хотелось бы что пожелать? Мирного неба, чтобы никогда на этой земле не проливалась кровь, не повторялись те ошибки, которые происходили в нашей истории. Знаменитая кавказская конница – имена героев, высеченные золотыми буквами на мемориальных плитах. Памятник последнему защитнику Брестской крепости, Умадгирею Барханоеву, экскурсоводы рассказывают самые яркие и тяжелые страницы в жизни ингурского народа. Пилоты и инженеры отмечают, что каждый экспонат удивил. Это, конечно же, место, которое неразрывно связано с историей. И знаете, я вам хочу сказать, что народ, который с таким трепетом относится к своей истории, это действительно великий народ. Поэтому после того, как мы сегодня посетили этот мемориал, я думаю, что все летчики, инженерно-технический состав, все, конечно, прониклись. Большое количество исторических моментов, фактов создания республики, то есть какой она сегодня есть, какой она была, то есть очень интересно. Впервые в Ингушетии довольно-таки интересное место и интересная республика. А сейчас, ознакомившись подробнее с историей, начинаешь задумываться о всей необъятной нашей родине, какие тут есть интересные очень места. И я бы даже наверняка посетил бы еще раз эту республику. После экскурсии по мемориалу памяти и славы, пилоты и инженеры группы «Стрижи» сами выступили в роли экскурсоводов-мир-истребителей для учащихся школ республики. Аэропорт Магас в эти дни превратился в выставочный центр техники, боевых и учебных самолетов. Вот они, легенданные МиГ-29, на которых «Стрижи» показывают настоящее авиационное шоу. Этот вид самолета для нашего народа особенный, ведь именно на таких летал Сумбья Касканов, герой России. И никто не упускает возможности, даже мы, посидеть, потрогать и хоть ненадолго почувствовать себя пилотом-истребителя. Небо, безусловно, удел сильных, отважных и смелых людей. Пилоты рассказывают ребятам, как важно побороть свой страх любому человеку, который мечтает связать свою жизнь с самолетами. Как только летчик перестанет бояться, то есть у него появится вседозвольность, то, скорее всего, нужно завязывать с этой профессией, потому что страх – это нормальное явление для человека. Главное, чтобы страх не перерастал в панику. А инстинкт самосохранения, он всегда позволяет нам выполнять все задачи, которые перед нами стоят. Башир Медов впервые видит настоящий боевой истребитель. Задает вопросы и отведенное время, чтобы посидеть на месте пилота, пытается провести с пользой. Изучает внутреннее строение самолета. Признается, что немного страшно. Отважный человек, только полетит в небо. Я горжусь этими людьми, их отвагой, их просто… Ну, нет слов. Я когда залез в эту кабину, просто я растерялся, я не знал, что бы я там делал. А тебе понравилось там? Да, понравилось. Просто немного растерялся. Буря эмоций есть, честно. Очень понравилось. Посидел, посмотрел. Ну, все. На высоком уровне организовал. Я первый раз на самом-то деле такие вижу самолеты. И, ну, как бы вызывает огромный восторг при виде такого. Это все-таки на самом-то деле классно будет летчиком. Особенный день сегодня и для Магомеда Хамкоева. Мальчик боится летать, но при виде настоящего истребителя забыл свой страх и все-таки сел в кабину пилота. Магомед, тебе понравилось? Понравилось? Очень. Очень? Очень понравилось? Да. А что тебе понравилось? Что тебе больше всего понравилось? Да, самолет. Самолет, да, понравилось? Самолет. Трижи уже 10 октября на небом сужи покажут свое зрелищное выступление. Пилоты не хотят раскрывать всех секретов, но уверены, что все останутся в восторге от программы. Ну а учащаяся школа, давая дань памяти первому герою России, нашему земляку Сулумбеку Аздоеву, возложили красные гвоздики у памятника. Лина Сычоева, Рамзан Зурабов, Новости 24.